По каждому автобусу решил прогуляться до южного железнодорожного вокзала Ну что я могу сказать, он такой чисто немецкий, клёпанный весь Электрички такие же в принципе как и у нас Переходы тоже немецкие наверняка Может там как раз какая-нибудь диспетчерская и находится Ну так прикольно, да, посмотреть, интересно Короче, ребят, я на Куршинской косе, два часа сюда добирался на автобусе Собственно, первая точка это высота эфа Это так называемые песчаные дюны, которые здесь есть Вы, наверное, пофотканте, видели В общем, у нас есть дорога направо, есть дорога налево Сначала пойдем налево, где вот написано высота эфа Национальный парк Куршская коса, высота эфа Сосновые леса здесь, конечно, действительно классные А, ну вот, мы, наверное, вот здесь сейчас Нам сейчас просто идти-идти Тут будет море и вот они, дюны Погода сегодня хмурая Надеюсь, без дождя, хотя утром шел По дороге к высоте эфа выложена вот такая вот дорожечка Бетонированная, удобно, в принципе, правда лужи Но это пофиг Кстати, выходить на дюны запрещено Я не знал, думал, сейчас зайдут нам по фото, ну ладно Идут работы по реконструкции маршрута высота эфа Будьте осторожны, ла-ла-ла После дождя я-то думал, здесь вообще все размоет Но здесь все сделано хорошо и прилично Респект Вот так вот выглядит высота эфа Действительно песчаные дюны, ребят Можно сфотографироваться, сказать, что Ну, если не эти ели, можно сказать, что ты находишься в пустыне Сахари Немцы здесь, здорово Море, барашки, красота Здесь максимум на конструкции может находиться 12 человек Поэтому я сейчас быстро снимаю и валю Конечно, шум лесу придает какого-то шарма этим местам Здесь сосновые леса, господи, как я их обожаю И прям трава такая бархатная-бархатная Видно, что по ней мало кто ступает Безумно здорово Я бы вот просто хотел бы там походить Но не буду, конечно же По пути видел сосновые леса Погуляю там Ароматы, повторюсь, просто непередаваемые Да, здесь на такой площадке может находиться не более 12 человек Но на предыдущий я просто в наглую прошелся, а не знал Безумно красиво Где-то там поселок Морское Морское Все, теперь начинается самое запарное Это переход до танцующего леса По-моему, в районе 5 километров А может и больше, а может и меньше Остался вчерашний сухпай Сейчас буду идти и есть Правда, с водой я лоханулся, воды нет Нифига, как здесь лес-то перекосило Камера, наверное, плохо передает Но он прям так нормально завалился Наверное, из-за ветров Да, как я и говорил 5 километров 5 шел Свернул сейчас с главной дороги Написано было Танцующий лес, 250 метров Заклупался идти, честно говоря Кстати, интересный момент Те леса, которые мы видим с вами на Курской косе Это преимущественно сосна Вот, это все сосна Так я что хотел сказать Эти деревья, они искусственно посаженные Специально здесь была выбрана именно сосна И вот так вот все было засажено ими Тут почва очень такая, я бы сказал Чувствительная То есть если пройдет, допустим, 40 человек Друг за другом То уже образуется тропинка А это очень плохо сказывается на состоянии леса В принципе Поэтому здесь сходить с сосновной дороги нельзя Почему выбрали сосну? Потому что здесь раньше же были песчаные земли И сосна, она быстрее просто приспособится к этим условиям Быстрее, чем остальные деревья Почему, в принципе, у нас сосны такие кривые? Существует несколько точек зрения По происхождению скривленных стволов деревьев Постоянно дущие в одном направлении сильные ветра Постоянные ветра даже сейчас Поэтому здесь комаров-то и нет Я вот шел по лесу, я просто кайфовал Комаров реально нет Из-за ветра Вот как они скручиваются, стволы-то Вот как завивается дерево Вполне здоровая высокая сосенка О, ну вот здесь какая-то область Они такие наиболее подвержены, что ли, искривлению Может там... Ууу, так там еще Еще лучше Там еще сильнее искривленные они Пойдем Эти деревья так перекосило Что их в забор Занесли Ну, чтобы там никто, наверное, лазил Это уникальные просто деревья Таких больше нигде не найдешь Во-во-во Вообще жесть Такая здесь страховина бегает На этой табличке говорится, что дерево Это символ мироздания Что оно, в принципе, являлось Так сказать, осью вселенной И объединяло аж три стихии Это корни Его уходили под мир подземный Ствол ассоциировался с землей Миром людей Ну, а кроны, соответственно, упирались В небесную твердь Где обитали бога Ну, это вот там было написано Что-то подобное Я немножечко перефразировал Вот, и что Типа, очень серьезно людей Наказывали В древности Когда они портили деревья И это даже смертельной казнью Иногда подвергалось Самое старое дерево В Швеции находится Ему Вот просто вдумайтесь Более восьми тысяч лет Здесь, на Куршской косе Самое старое Это Ой Чуть не увашнулся Это Туя В Королевском бару находится Я, честно говоря, не знаю, где здесь Это находится Но ей более семиста лет Но тоже прилично Помните, мы с вами ходили в Беловежской пущей Там видели тоже дубы Такие массивные дубы Которым было по очень много лет Вот так вот Ну, восемь тысяч лет Это, конечно, серьезно Ой, а что я пошел-то? Я не сфотов Кстати, вот то, о чем я вам говорил Танцующий лес очень страдает Желание обнять сосны Приводит к стиранию их коры А вывод за ограждение К вытапкиванию почвы Да То, о чем я вам, ребята, и говорил Действительно Ой А я помню, как мы В детстве обнимали В лесу сосны Березы часто обнимали Это прям придавало Какой-то силы Ну, понятно, что это самовнушение Но все равно Как-то приятно было Взял себе Шишечку на память Об этом месте Спасибо 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 Спасибо